За ним ползут шахтеры вглубь земли, и зря же вор зовется черным золотом, снаружи черен, черен изнутри. Ради него черного золота, которое греет половину человечества, стоило выбрать эту профессию. Мужественные мужчины и женщины верны ей, несмотря на то, что цена каждой добытой тонны угля порой слишком высока. Борис Григорьевич Ковалев, полный кавалер ордена шахтерской славы и 46 лет трудового стажа, 30 посвятил в шахте. Сначала трудился в осенниках, потом на Беловской пионерке. Семье, в которой было 9 детей, жилось трудно. Чтобы помочь матери, решил поступить в горный техникум, а после не мыслил себя бесславной шахтерской братьей. Накануне Дня шахтера он отметил свой 80-летний юбилей. Очень много людей хороших повидал, с которыми довелось трудиться. Это и руководители старшие, и рабочие. Отличная бригада Дмитрия Дмитриевича Кетухова была. Очистная бригада на пятом участке. Чабана, известного в городе человека. Каждый из сидящих в зале, кто десятки лет отдал горнятскому труду и кто продолжает славные традиции отцов и дедов, добавил ярких страниц в историю углевывающей и углеперерабатывающей отрасли нашего города. Благодаря им она стабильно развивается, оставаясь основой экономического развития Белова. По добыче угля вот уже несколько лет город прочно занимает четвертое место в области. Девять угольных предприятий, расположенных на территории города, дают значительную часть поступлений в местный бюджет и обеспечивают рабочими местами более 8 тысяч беловчан. И чтобы шахта или разрез вас ждали выдержанными пластами, чтобы у вас была со всех сторон безопасность, и чтобы порт не съезжал, и выработка была нормальная, и крепление, то, которое мы сами же и делаем, чтобы оно было нормальным. Поэтому вам безопасной работы, всего вам самого доброго. А тех, кто своим трудом уже отдал свою лепту или внес свою лепту в шахтерский труд, я хочу поздравить еще более ощутимо и хочу поклониться тем людям, которые внесли свой особый вклад в то, чтобы выросли другие поколения горняков и тех, кто своей жизни отдал там, шахте, разрезы. Поздравляю всех тех, кто трудится в отрасли, глава города Игорь Гусаров отдельно обратился к ветеранам, воспитавшим себе достойную смену, которой они передали прочные знания горного дела, организаторские способности, дисциплинированность и трудолюбие. И наряду со старожилами-угольщиками заслуженные награды вручили молодым специалистам, которые пошли по стопам родителей, выбрав шахтерскую профессию. Отметили наградами и семьи горняков, родителей за успехи в труде, детей за отличную учебу и спортивные достижения. Без угольщиков не решается ни одна проблема в городе, ни один социальный вопрос. Устранение последствий землетрясения и решение жилищных проблем беловчан, они также приняли самое активное участие. Низкий вам поклон от всех беловчан и огромное спасибо. И от имени беловчан я благодарю вас, уважаемые руководители угольных компаний и предприятий, за вашу государственную позицию. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Считаю важным то, что мы умеем находить взаимопонимание. Более 80 виновников торжества были отмечены различными наградами. Порадовали участников приема и приготовлены для них творческие сюрпризы. Праздник получился ярким и зрелищным. Такие минуты просто необходимы тем, для кого делом жизни стала непростая и опасная профессия. Они это заслужили.